Как только вы вступаете в это пространство, которое мы называем человеком, вы перестаёте эволюционировать естественным образом. Дальше вы можете эволюционировать только осознанно. Если вы не станете осознанными, никакого прогресса больше не будет. Обезьяны могут эволюционировать, но человек — нет. Человек может прогрессировать только осознанно. Природа доверилась вашей разумности. Природа посчитала, что с вашей разумностью вы в любом случае выберете стремление к высшему, а не к низшему. Вы пытались действовать вопреки природе, но это невозможно. Вы можете с головой окунаться в самые разные удовольствия, но что-то внутри вас жаждет чего-то большего. Не так ли? Да. Вы можете наполнить свою жизнь богатством, грязью и всем чем угодно, но эта жажда не исчезнет. И когда жажда становится невыносимой, вы начинаете поиск. Разве нельзя самостоятельно искать то, что находится внутри? Можно. Но это неизведанный путь. Что произойдет, если вы будете двигаться по неизведанному пути самостоятельно? Знаете, что случилось с Колумбом? Он хотел попасть в Индию, но попал сюда, в Америку. Это был неизведанный путь, не так ли? Неожиданно для себя он оказался на этом континенте. Мы знаем истории только про тех, кто куда-то добрался. Но знаете ли вы, сколько было таких, которые никуда не добрались? Тысячи мореплавателей отправились в путь, но так и не достигли места назначения. То же случится и с вами, если вы пойдете по неизведанному пути без какого-либо руководства. Сейчас, после того, как Колумб высадился здесь, путь из Европы в Америку кажется нам очень легким. Почему? Сейчас этот маршрут уже нанесен на карту, благодаря этому человеку. Точно так же и вы отправляетесь к гуру, потому что он уже добрался до места назначения. Вы можете использовать его опыт себе во благо. Разве я не могу сам пройти этот путь? Можете, но неизвестно, сколько жизней у вас уйдет на это. Не то чтобы это было невозможно. Вы можете достичь этого из-за одного мгновения. Вы можете просто оказаться там, мы не знаем. Но 99% людей будут просто потеряны и смыты. Вот почему появляется гуру. Гуру — это просто устройство. Гуру — это не человек. Необходимо понимать это. Только когда вы начинаете воспринимать меня как нечто большее, чем личность, только тогда я становлюсь вашим гуру, а до тех пор я им не являюсь. Гуру Пурнима имеет большое значение, потому что это историческое событие. Это день, когда Адийоги превратил себя в гуру после наступления летнего солнцестояния. Это первое полнолуние оказывает определенное воздействие. Обычно этот день считается днем благости. Именно в этот день первый гуру решил передать свои знания. Таким образом, это важное напоминание для нас, для каждого человека на планете. Ведь все мы живем в собственных ограничениях тела, ума, социальных взаимодействий и ограничений. Для каждого человека важно знать, что есть способ выйти за пределы всего этого. Гуру Пурнима напоминает именно об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok